МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А еще Валерия Игнатьева, мисс Новочебоксарск 2019, вторая вице-мисс Чуваши и мисс Аполлон. Девочки, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, девчонки, давайте рассказывайте. Такая красота у нас в студии впервые, поэтому хочется задать вам очень много вопросов. Давай, Ульяна, начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в эту индустрию, так скажем? С чего все началось? Модельный бизнес, все правильно. Ну, вообще, я с детства занималась бально-спортивными танцами. 10 лет, а потом по некоторым причинам я должна была бросить их. И несколько месяцев я сидела дома, ничего не делала, и мне друзья предложили сходить в модельную школу. Я пошла. Тогда уже шел набор на кастинг мисс Новочебоксарск 2018. Скоро будет два года назад. Вот. И так получилось, что кастинг я прошла. Угу. И мне понравилось, меня затянуло. И на следующий год я уже повторно пришла на этот же конкурс, потому что в первый раз у меня получилось только в топ-7 войти. А во второй раз я уже со всеми силами подготовилась как надо, я уже знала, на что я иду. И заняла третье место. Лера, ну а у тебя как получилось так, что ты вот пришла в эту индустрию, в этот бизнес? На самом деле меня... Мне предложила мама пойти в 2017 году на мисс Новочебоксарск. Угу. Я пошла. Я тоже заняла сначала топ-7. Вошла в топ-7. И в следующем году я решила пойти, но у меня были экзамены в школе. И в 2019 году я заняла первое место на этом же конкурсе. Девчонки, ну вот вы говорите о том, что это все-таки большая колоссальная работа, да? То есть это не просто так, пришел и победил. Вот расскажите, в чем заключается подготовка, как это происходит, за какой период нужно подготовиться, действительно подготовиться, чтобы занять какое-то место? Вообще нужна моральная подготовка. Это прежде всего потому, что девочка, которая уверена в себе, она идет на конкурсы за победой. Но может случиться так, что на вкус и цвет, как бы, друзей нет. И может получиться так, что она ничего не займет, и самооценка у нее немножечко понизится. Вот. И к этому надо быть готовой. А девочки, которые, наоборот, не уверены в себе, они идут для того, чтобы поверить в себя, в свои силы. И вот первая главная подготовка – это моральная. Насчет физической подготовки – это уже кому надо, кому не надо. Потому что мне, лично мне надо набирать вес. Вот. А есть девочки, которым немножечко стоит подтянуть фигуру. И они должны уходить в спортивный зал. Но это я уже не знаю, сколько времени займет, и за сколько надо подготавливаться. В основном все. Физическая форма. И, конечно же, можно проходить курсы, как правильно себя вести в обществе по этикету. Это очень важно. Очень важно правильно преподносить себя. Лера, скажи, есть какие-то стандарты красоты? 90-60, 90 – это было раньше. Сейчас как с этим обстоит? На что смотрит жюри? Жюри смотрит вообще на, естественно, физическую форму. То есть у каждого она своя. Смотрит на то, как ты ведешь себя на сцене. И как ты разговариваешь с людьми. Вот это основные... В принципе, все. Ну вот смотрите, достигли титулов, продолжайте ходить все равно в модельную школу. То есть есть к чему стремиться куда-то дальше, да? Конечно. Не то, чтобы стремиться, а надо именно поддерживать форму. Потому что если в обычной жизни мы не ходим на каблуках, то потом, спустя время, когда надо выйти в люди, мы... Нам очень сложно устоять. Поэтому надо постоянно практиковаться. Девочки, я из разговора вот с вами до записи программы поняла, что вы обе студентки. Вот расскажите, где вы учитесь, чем занимаетесь? Я учусь в Каприотином колледже в Чебоксарах на операционную деятельность в логистике. На каком курсе? На втором курсе. Я студентка строительного техникума. На третьем курсе обучаюсь специальность прикладная геодезия. Скажите, девочки, совершенно не связаны, да, с модельным бизнесом? Вообще не связаны. Будущее свое связываете все-таки вот с профессией, которую получите, или с тем, чем занимаетесь вот сейчас с модельным бизнесом? Для меня модельный бизнес, он все равно является хобби. То есть я не ставлю его на первое место. Но в то же время моя специальность, я не знаю, буду я работать геодезистом или нет. Посмотрим, как получится. Для меня сейчас главное – это получить образование. И потом уже через год, я думаю, я определюсь уже с выбором на выше, куда я захочу. И дальше посмотрим. Я тоже думаю то, что я больше по специальности пока. И тоже думаю то, что модельный бизнес – это пока только хобби. Красивая внешность, скажите только честно, красивая внешность помогает, мешает в жизни? Наверное, где-то помогает, а где-то является таким, не то чтобы недостатком, я не знаю, как это назвать, но скептически к нам относятся. Почему? Некоторые люди. Ну, якобы мы красивые, и все просто так нам достается. Некоторые люди считают. Но на самом деле это не так. И немножечко в первое время было тяжело с этим смириться. Лер, скажи, помимо учебы, помимо того, что вот ходишь в модельную школу, чем еще занимаешься? Есть ли у тебя какие-то увлечения, хобби? Я окончила актерское мастерство. Я ходила туда 2-3 месяца и получила диплом. Сейчас я тоже думаю куда-нибудь начать ходить, потому что я не могу сидеть дома спокойно. Мне нужно чем-то заниматься обязательно. А с друзьями скажи, вот куда вы ходите? Чем вы занимаетесь? В кино, я не знаю, может быть, на каток? Ну, каток не люблю, я боюсь. У меня страх есть. Так, у меня есть друг, он с 5-го класса со мной вместе, и мы созваниваемся, в основном на улице гуляем. Если очень холодно, то уже еще место, куда можно зайти погреться. Девочки, скажите, по вашему мнению, какими тремя основными качествами должна обладать модель? Пунктуальность, потому что многие не любят, когда модель задерживается, опаздывает, никому это не нравится. Это дурный тон, я считаю. Девушка должна быть очень ответственной, она должна ответственно подходить ко всем делам, ко всем съемкам, которые ей предлагают. Пускай это звучит не очень даже. Как можно подготовиться к съемкам. Но есть очень много нюансов, да, Лер? Поэтому к съемкам тоже надо подходить очень ответственно. И, мне кажется, организованность. Ульяна, у меня к тебе вопрос. Вот когда я перечисляла твои титулы, у тебя есть титул «Мисс Эко Тин Раша». Вот расскажи, что это за конкурс, где он проходил и в чем, собственно, заключался? Этот конкурс проходил недавно в Египте. Собрали девушек со всего мира. И каждая девушка представляла свою страну, представляла экологические интересы, потому что конкурс был больше про экологию. Нас вывозили на загрязненные места, мы убирались. В основном там было очень много мусора, пластиковых бутылок было очень много. И за дня в день мы очистили берег. И я очень рада, что есть такие конкурсы. Все-таки красоту ценят не только за внешний вид, но и за внутренний. Потому что не каждая девочка может согласиться на такие условия, которые были там, на том конкурсе. Ну, благодаря тебе, в общем-то, мир стал чище, особенно побережье Красного моря. Не только благодаря мне, благодаря всем девушкам и благодаря организаторам конкурсов. Девочки, уже в это воскресенье состоится кастинг на Мисс Новочебоксарска 2020. Вот давайте поговорим об этом. Расскажите вообще, кто принимается, кого приглашают к участию в этом конкурсе? Всех девушек республики. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, что нужно знать девушке, жительнице Новочебоксарска в частности? С чем она должна туда прийти? Просто, чтобы прийти на кастинг, нужно взять с собой купальник раздельный, туфли и хорошее настроение. Это обязательно улыбку. Да, это обязательно, потому что девушка, которая будет нервничать, это будет передаваться на всех членов жюри, и мы будем по ту сторону сидеть, смотреть и тоже переживать за нее. Поэтому обязательно с хорошим настроением. Какие будут промежуточные этапы? К чему готовиться нужно будет? Красавица. Будет Мисс Спорт. Это самый тяжелый промежуточный этап для некоторых. Для меня самый тяжелый промежуточный этап – это Мисс Талант. Вот, Мисс Талант будет. Мисс Интеллект. Мисс Бикини. Да, Мисс Бикини. И, в принципе, все. Мисс Дружба. Да. Но Мисс Дружба – это каждая участница пишет на листочке девушку, которая, по ее мнению, заслуживает этого титула. Лера, расскажи, для тебя какой был самый сложный промежуточный этап? Где трудности были? За какой конкурс больше всего переживала? Я думаю, Мисс Бикини. Я заняла как раз-таки титул Мисс Бикини еще. И мне нужна была очень серьезная подготовка. Я тренировалась, ходила в спортзал, сидела на диете. И вот. Я же еще знаю, ты сидела на диете вместе с родителями. Да. Родители поддерживали? Да, да. Сама и сидели, мама и папа на диете. Поддерживали меня. А у тебя, скажи, какой был? Вот ты сказала, что это Мисс Талант. Для меня самый тяжелый промежуточный этап был Мисс Талант, потому что я занималась бально-спортивными танцами 10 лет. И вообще данный вид спорта, он парный, и я не могла станцевать без партнера. Вот. И поэтому у меня были проблемы в поиске партнера. Потом партнера нашла, он не пришел на... На конкурс. На сам конкурс. Вот. И мне пришлось выкручиваться. Я начала рассказывать скороговорку. И, в принципе, заняла второе место. Я была в шоке. Ну, в общем-то, находчивость туда же четвертым пунктом, да, для модели, что находчивость еще. Дорогие девушки, мы хотим вас пригласить на ежегодный конкурс красоты Мисс Новочебоксар 2020 уже в это воскресенье, 26 января. Приходите в ДК Химик в 3 часа. Мы вас всех ждем. Ну что ж, а я от себя хочу добавить, что ежегодно и традиционно мы организовываем онлайн-голосование. Мисс Новочебоксарска мы будем с вами выбирать в наших социальных сетях и в Инстаграм, в наших группах Новонет НКТВ. Пожалуйста, подписывайтесь, становитесь их участниками и голосуйте за понравившуюся девушку. Ну что ж, девочки, я благодарю вас за то, что вы пришли ко мне в студию, ко мне в гости. Желаю вам дальнейших побед. Оставайтесь такими же молодыми, красивыми, позитивными. Всего вам доброго. Спасибо вам. Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. В студии была Александра Платонова. Мы увидимся в следующий четверг. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин